Очередное нападение на водителей во Франции. Шокирующее нападение иммигрантов на грузовики в Кале. Подписывайся на канал никбогданов.ру и получай новости с дорог Евросоюза. На стоянке РД Фрейзис де Уайтхрм и недалеко от Видана на севере Франции произошло нападение на водителей грузовиков. Тревожное и похожее на то, в котором погиб румынский дальнобойщик. Такую информацию сообщил в фейсбук Илье Матей Человек-дорог, один из дальнобойщиков. Сообщается, что нападавшие были вооружены длинными ножами и перцовыми баллончиками. Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 4 часа 30 минут утра. Румынский водитель грузовика вышел из кабины, чтобы сходить в туалет, однако быстро вернулся. Возле его полуприцепа вертелась группа незнакомцев. Вспомнив о смерти соотечественника водителя, Михаэс Пэтару, погибшего от ударов ножом на стоянке у автомагистрали А-28 во французском департаменте Сомма, мужчина забаррикадировался в кабине. Он включил двигатель и начал сигналить. Тогда, как говорится в сообщении в социальных сетях, один из нападавших начал бить длинным ножом в дверь. Остальные все еще пытались забраться в полуприцеп. Затем агрессивная группа попыталась забраться еще во второй полуприцеп, стоящий неподалеку, после чего, когда и туда проникнуть не удалось, скрылась. После 90 минут ожидания. Только тогда Румын вышел из грузовика, чтобы проверить, что происходит с товарищем из второй машины. Ибо он не видел, чтобы тот подавал признаки жизни, когда сигналил, отпугивая нападавших. Выяснилось, что на второго из водителей, скорее всего, напали с использованием перцового баллончика, ничего более серьезного, к счастью, с ним не случилось. Как убеждают авторы записи, водители сразу же вызвали на помощь французскую полицию, однако та появилась на месте только через 90 минут. Более того, она не занялась доказательствами нападения, а только проверила документы дальнобойщиков и грузы, которые они везут. Нет никаких доказательств того, что напад давшие были иммигрантами. Более того, из записи следует, что они выглядели как европейцы, но говорили на языке, которые румынский водитель не мог распознать. Подписывайся на канал никбогданов.ру и получай новости с дорог Евросоюза. Шокирующее нападение иммигрантов на грузовики в Кале. Водители пережили кошмар. Я много лет работаю в дорожном транспорте, и впервые со мной случилось нечто подобное, признается водитель Ришард, рассказывая французским СМИ о нападении, жертвой которого он стал. Группа из почти 100 человек напала на грузовики, направляющиеся в порт Кале, забрасывая их камнями. Нападение произошло незадолго до выходных. Первым о нем рассказал представитель британской компании И.М. Роджерс Лимитед, грузовик который был заброшен металлическими прутьями, бетонными блоками и другими тяжелыми предметами. Директор компании Эдэ Роджерс сообщил, что водитель потрясен случившимся. Он боялся, что умрет. Сегодня мы узнаем больше о нападении из рассказа водителя, которого разыскал французский портал Лавых Ду Норт. Иммигранты построили из дерева блокпост на дороге и забрасывали тяжелыми предметами приближающиеся грузовики. Я много лет работаю в дорожном транспорте и это первый раз, когда со мной случилось что-то подобное. В ту ночь я ехал в порт. В 3 часа 10 минут, когда я был примерно в километре от него, я увидел группу не менее 100 человек. Сначала я подумал, что автобус сломался и люди ждут его ремонта. Но я быстро понял, что это были иммигранты. Когда грузовики остановились, они бросали в машины камни. Честно говоря, я боялся за свою жизнь, сообщает поляк, которого цитирует французское издательство. В СМИ появляется все больше фотографий атаки. На них видны разбитые и выбитые стекла. По имеющимся данным, иммигранты напали на приблизительно 10 грузовиков. Как убеждает водитель Ришард, ни он, ни другие водители не могли рассчитывать на помощь французской полиции. Вчера я ожидал, что на месте будет больше полиции, но здесь никого не было. Хуже всего то, что они никого не арестовали. Они их отпустили. Это ненормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова